всем привет я вот сменила имидж чуть-чуть сегодня зашла в парикмахерскую к тому мастеру я я сейчас на балконе стою в домашней футболке зашла к мастеру которые которая мне всегда стригла раньше и мне солнце прямо сейчас я почему щурюсь мне солнце в глаза светит вот и вот так вот она меня сделала в общем постригла я и сказала отрезайте все вообще все что можно вообще заметила очень много уже седых волос и думаю все время пришло надо стричься в общем тем более если ложусь на операцию то чтобы это все не мешало мне вот так вот сделала прям сразу попала к ней даже без записи потому что я зашла сначала узнать в общем вот так вот простенько сделала она зашла узнать в общем как записаться там это к ней она говорит сейчас прямо тут вот пять минут подождите и все но и сразу меня постригла вот такая вот я теперь вот это вот то что загибается да это заворачивается это мой собственный волос то есть это волнистый волос ну как бы не накручивала никогда специально один раз делала химию 18 лет мне было и очень сильно пожалела об этом потом пришлось несколько раз срезать волосы чтобы свои волосы опять пошли свои кудри вот так вот там у меня кавардак в доме темно будет сейчас надо свет сейчас включи включу сейчас свет вот тут у меня сейчас тут у меня кавардак полнейший полная разборка всех вещей переборка опять убираю уже окончательно это кладовка у нас окончательно убираю зимние вещи потому что не убирала потому что в квартире холодно было вытащила уже все летние вот с этой вот вот это мантоварка вот сейчас думаю что с ней делать потому что но она большая но у нас старая есть еще трехлитровая там кастрюля на 5 литров думаю либо родственникам а либо как сейчас посмотрим вот так здесь пакет и пакет и вот эта подушка большая так звонят сейчас люди придут забирать у нас банки в общем баба пока пошла гулять детям здесь недалеко я их отпустила потому что занята сейчас сама делами ну и в общем и бабе надо чуть-чуть пройтись и в общем то здесь рядышком и не не боюсь отпускать вот сейчас рассмешу мы тут сидели смеялись у меня из головы вообще не выходит сейчас приходила ко мне моя одноклассница с которой мы ну один год там учились вместе последний год в общем и 20 лет не виделись и я в обычный вот футболки сижу вот сейчас там перебираю вещи все достала летние вещи уже 30 градусов жары потому что ну как я их в общем то далеко и не прятала как те которые купила ребенку на лето и свои достала и очень-то у меня раз кардаш вот и она приходила с сыном 18 лет сыну до 18 и в этом году в армию и они приходили банки забрать у нас это честно сказать я по разговору в общем но мы как мы 20 лет не виделись но мы последние года три общаемся потому что ну как бы ничего не знали друг о друге вот и буквально была встреча случайно она работала продавцом магазине я туда зашла и мы здрасте в общем поздоровались узнали друг друга вот и она такой человек честно говоря ей бы вот лучше вести бы как раз youtube канал она и юморная она и открытая она просто простая такая вот но не знаю пока не хочет и что хочу сказать насчет чего мы смеялись что-то у нас разговор зашел об образовании но она говорит сын горит не хочет учиться и так далее вот и мы ухохотались в общем что она говорила что как и как их учат как их учат что дети вообще не знают ни истории ничего я говорю да говорю а я у меня четверкой четверки и пятерки были по истории я уже позабывала наверно все там много чего забыла и он и в 14 лет объявил горит я горит хочу быть анархистом она ему назвала фамилию основателя анархизма посмотрите в интернете и а он ей говорит а это кто вообще в чем суть вообще анархизма да как бы она ему так вопросик задала а он говорит а это кто но ничего не в общем не знает мы мы смеялись я говорю зато нам очень хорошо в детстве внушили хохотали мы что мы внучки ленина а я все время размышляла думаю вроде мама не говорила такого вроде бы не говорила что с какой стороны мне ленин дед или прадед или кто он там ой и в общем короче говоря это надо было мне на видео записать у меня прям было такое желание но как-то мы заранее не обговорили что что я их буду показывать на видео в общем действительно вот как бы надо сохранять старые книги чтобы дети читали чтобы ну какие-то фильмы показывать до чтобы у них хоть какое-то представление было у нее сын он на вообще как бы школе не хотел учиться и и пошел сейчас учиться на автомеханика и и даже не хочет сейчас колледж заканчивает не хочет получать диплом хочет сбежать быстрее в армию наверно она ему поставила условия или ты приносишь мне диплом и ты получаешь хоть какую-то корочку и ты тогда можешь идти работать куда захочешь не хочешь автомехаником там пожалуйста причем он сам специальность автомеханика выбрал вот и все либо тебе вот армия давай короче говоря вот так вот то есть он должен до учиться сейчас все сдать все экзамены он сам выбрал он сам после школы маме сказал говорит не хочу в школу и хочу на автомеханика учиться в колледже ну ладно но честно говоря да вот ей как раз таки вести надо канал я я вот прям в общем всеми руками была бы за за это и я наверно буду ее подбивать на это уговаривать она такой человек она вот с техникой не очень-то дружит ну и я в принципе тоже вот и как бы сказать они недавно ей купили только такой вот телефон сенсорный раньше она кнопочным пользовалась сидит тыкается короче не может запомнить что где я уже много лет пользуюсь это бывает косяки иногда вот что-то там не так вот косню коснусь и куда я зашла что я там наделала в общем сама еще не очень-то не специалист в этом вот ну короче говоря насмеялись мы вдоволь вспомнили советскую эпоху как про ленина стишочки учили в общем кто кто что помнит а еще мы что вспомнили что в советские времена нельзя же было рассказывать анекдоты не дай бог какой-то анекдот расскажешь это все это считай чуть ли не тюрьма была и она мне рассказала такую вещь у нее оказывается бабушка была немка я и не знала об этом у нее фамилия вообще украинская и она рассказывала что здесь вот у нас караганда это же как ну лагеря здесь были здесь были все сосланы сталин им карлак наш был я вот в одном видео рассказывала вот и немцы которых переселяли сюда оказывается пятьдесят третьем году умер сталин пятьдесят пятьтого года все ходили отмечались в милицию что они не сбежали никуда то есть я рассказывала в одном видео что там про переселенцев про тех вот кто в тюрьмах здесь сидели кто получали вот эти вот амнистии в пятьдесят третьем году как политические там заключенные да как то у них там формулировка была по моему пятьдесят третья что ли статья или какая там пятьдесят восьмая что ли статья была вот и то есть это люди ничего не завершившие плохого но это просто в бывшие военачальники то есть когда сталин обезглавил всю армию там да ученые академики там моя мама поступила пятьдесят втором по моему году пятьдесят восьмом закончила медицинский институт у них преподавали профессора которые сидели в тюрьме и они утром шли преподавали вечером они приходили отмечали что никуда не делись они не сбежали то есть как бы сидели в тюрьме они в это время ну как отмечаться как бы ходили что они как бы им же запрещен был выезд вообще в россию запрещен выезд и я даже помню в мое детство мне где-то лет восемь девять было жили здесь люди у нас у нас вот над нами жила не над нами а этажом выше жила женщина которая тоже через это все прошла вот во дворе у нас бабушка жила которая была как не репрессирована она работала в разведке вместе с мужем и сын у нее там тоже взрослый видимо взрослый что и в общем сына расстреляли мужа расстреляли вот и она была тоже там сначала она в немецкой разведке работала ну как в смысле на советский союз она работала потом она здесь попала в тюрьму как видимо как ее считали как предательницы да а потом вот она жила уже там когда мы в 90-е годы где-то она умерла то есть они не имели права вот все кто здесь сидел они не имели права отсюда выезжать никуда вот представляете какие времена были жесть просто сейчас у нас там долинка этот поселок там музей есть репрессированных в общем на такой грустной ноте не хочу заканчивать короче говоря мы насмеялись там вдоволь сейчас сейчас пошла заканчивать разборки эти я имела ввиду я не хочу на грустной ноте заканчивать что все таки ну как бы в советской эпохе она была хорошая эпоха в целом то и как бы мы просто много чего не знали много чего-то от нас скрывалось но и в то же время образование мы получали очень хорошее и не сравнить с тем образованием с которым сейчас вот которое сейчас дети получают так вот поэтому в общем мы просто посмеялись над тем что нам внушали что мы там внучки Ленина дети Сталина и так далее и так далее вот над этим вот мы смеялись вот так вот и так далее этоure так чтобы проект